Витебская земля Витебская земля Витебская земля Да, здесь 68 тысяч гектаров. Сколько 6 тысяч? 68 тысяч, 42 тысяч. Вот этот комплекс построен еще в 1973 году. И когда отдали им в 2015 году молоко, мы сразу начали его реконструкцию, сдали его в 2018 году, этот комплекс. Вот там предслужной возраст, значит, здесь уже мы их начинаем осеменять, вот в этом сарае. Там уже первая половина стельности и четвертый сарай, это глубокостельный, которых отправляем комплектуем фермы. Молодцы. И главное, что толково по технологии. Стараемся и так, и сейчас мы начинаем с маленьких телочек, вот у нас там недалеко есть тоже ферма для профилакторий такой сделан. Мы там их растим, до 6 месяцев соблюдаем технологию, 6 переводим сюда и все, она получается, корова там уже под 600 килограмм. Нет, вот это то, что надо для Витебска, будет результат, будут деньги. Ну ты пойми меня, я не могу вкладывать деньги в предприятие, которое никакой надежды не подает. И вот 7 этих зон, которых мы создали, ну, наверное, нащупали земную форму, интеграционную эту структуру. Ну все просто. Благодаря всем вам нащупали это. Мое дело уже было проревизировать и сказать, да, нет, но я вижу, что это земное. От земли идут корма, молоко, мясо идет тебе на переработку, ты переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко, мясо. Это нормально. И так мы можем за 5 лет, мы можем Витебскую область возродить. Порядок должен быть, чтобы вовремя у них. Ну, тут стараемся, да, руководить участки ответственные души руководителя хозяйства. Из-за этих годов создали то, что нам надо. Вот, к примеру, сейлка. Что в ее преимущество? Во-первых, она эксплуатируется с трактором 1221. Значит, делает тех же самых 25-30 гектаров, как и 6-метровые. Но не надо большой трактор. 1221. Солярки, спалишь, в 2 раза меньше, в 3 раза. Здесь секция для минеральных удобрений. То есть она одновременно работает на внесение удобрений и поселок. Удобно. Навесная сейлка. Развернуться, заехать, вне вернуться. Очень удобно. Сейлка себя зарекомендовала. Плюс регулировка. Любую мелкосемянку сеять. Рапсы, все что угодно. То есть универсальная сейлка. Прекрасная сейлка. И посеять травы можно все. Так, все что угодно. Надежно, можно. Она играет. Видите, какие мощные накладки. То есть он идет, как плуг. И выполняет роль глубокого рыхления почвы. То, что нам надо на глинистых землях. У нас сбиты. А потом какая-то технология. Ничего не надо. Все. Сразу сейлка. Можно ту сейлку пускать, которая выравнивает. Вот роль выравнивателей. Вот эти пружины. Они срабатывают, все разбивают. Ну да, да, да. Потом вот следующая пружина идет. Она подравнивает. И вот эти катки. Вот каток идет. И сзади промежуток между двумя. Этот каток. То есть практически вся почва разминается. И уплотняется. Идеальная поверхность. Ну ее надо уплотнять, если ты следом сей думаешь. Конечно, надо уплотнять. Ну вот мы приехали на молочно-товарный комплекс. Добрый день. Это Надежда Васильевна. Директор УПР Рудакова. Это у директора Рудакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, на этих двух тысячах распаханных земель у тебя вот один комплекс этот, да? Нет. Еще две молочно-товарные фермы с привязным содержанием. Кроме этого еще две? Кроме этого. Значит, одна на 400 голов и другая коровничих маленьких на 100 голов. Мы селекционируем, сейчас занимаемся селекционной работой. Но этот комплекс в 2015 году был взят. Поэтому комплектовали из того, что было. Свои роботы надо делать, не делаем все. Надо делать. Уже какую-то детальку, как купить, купим. А надо их делать правильно. Погода сейчас хорошая. Хорошая погода. Это для него комфорт. Целекция, красивая, выйти может. И воздух, и... Это спасение. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok